Всем привет, дорогие друзья! Это я, Рязанов Матвей. Уже достаточно давно вышло новое январское обновление в игре Best Fiends. Это первое обновление 2022 года. И я его разберу для вас по деталям, если вы в чем-то не разобрались. Что ж, не будем тянуть, давайте начинать. Сначала я выскажу небольшое свое мнение про это обновление. Вообще оно мне так как-то не сильно понравилось. Из-за того, что было добавлено всего два новых стиля для жуков, да и то один будет выигрываться довольно нелегко. Так вообще обновление достаточно неплохое. И новый мир добавлен, и вот эти два стиля, и интересные события, много наград. Но я люблю, когда там, например, три-четыре стиля добавляются за одно обновление, и ты их выигрываешь. А в этом всего одно за списки заданий, и вот второе за компасы. Как тогда выигрывался стиль фокусник доги. Значит, начну со стилей. Стили, первый из них это Капитан Квинси. Очень крутой стиль. Первое упоминание про который было где-то летом 2020 года, уже чуть ли не два года назад. Стиль очень крутой, прямо такой под Квинси. Да, я его очень-очень ждал, и вот наконец-таки он вышел. Только непонятно, почему в январе, а не там летом, когда, например, тепло. Но все равно стиль очень хороший, с пассивной анимацией, когда Квинси приподнимает повязку. И второй стиль это сосулька Эдвард. Этот стиль уже более в тему, как-то по-зимнему. Ну, да, но он будет выигрываться за миссию с компасами, как фокусник доги. И его, да, его нелегко выиграть. Не все, конечно, его выиграют, но я постараюсь выиграть. И если вы его не выиграете, он в дальнейшем будет стоить 11 долларов. Поэтому я вам советую выигрывать его, ну, стараться выигрывать его в этом событии с компасами. Теперь пройдусь по событиям. Сейчас идет список заданий Остров Сокровищ. Списки заданий были сделаны короче. Их теперь не 30, а 20. И это радует. Ну, и время, соответственно, их прохождения стало меньше. И вот сейчас еще идет событие Темперс Эдвенче. Я его уже прошел. И все приключения Темпера вы можете смотреть на моем YouTube-канале. Дальше вот по событиям. Тут вот этот Темперс Эдвенче. Это вот эта вот самая настольная игра. Остров Сокровищ. Это будет с Капитаном Квинси. Пиньяты Пепе. Это там какие-то пиньяты разбивать, выигрывать награды. Они, кстати, на загрузочном экране есть. Три в пиньяты нарисованы Терри Бэм и Хвинси. И Валентина в танец. Это что-то уже как Дню Святого Валентина. Но это, скорее всего, что уже в следующем обновлении. То есть это или опять настольная игра с Торном. Или вот это как диско. Такая рулетка. Ну, в общем, что-то из этого. И также Новый Мир был добавлен. Пороховой Перевал. Но почему-то его разработчики везде называют в описаниях обновлений не Пудровый в Перевал. А вот тут в игре впереди, но как Пороховой. Как-то немножко это странновато. Но я надеюсь, что мир будет хороший и с легкими уровнями. Вот я и рассказал вам про Январское обновление. И разобрал его по деталям. А с вами был Грязанов Матвей. До новых встреч. И пока-пока.